Нет, это не джаз-концерт, так отмечают свой день татарстанские садоводы. Весело с музыкой и урожаем. В этом году им есть, что продавать и закладывать на зиму. Все цвета флага республики из овощей, а из круп собрали герб. Таким национальным креативом отличились земледельцы пестрецов. Свои творения показали сегодня и новому министру сельского хозяйства. В связи с погодными условиями и дождями очень хорошая урожайная картошка. И сёкла, и морковка у нас. Вот здесь урожай выставленный. Вот такие ассортили вам нужны. Аладдин и Вишенка, Тимур и Ливия – это не имена героев из фильма, а название сортов лаишевского винограда. На участке Александра Зверева их больше 50. Такой в магазине, говорит, не купить. Его можно только вырастить самому. Ничего сложного нет, но просто надо соблюдать определенные правила, и урожай будет. На урожай можно не только посмотреть, но и купить. Здесь же традиционная сельхоз-ярмарка. За продукции от своих казанцы и гости столицы приходят только с тележками. Купила, что надо. Мясо купила, молоко купила. Мы стараемся покупать мясное, особенно все, что касается овощей и фруктов. Фрукты и ягоды, овощи и саженцы. Сегодня на празднике целая палитра вкусов и цветов огорода. Думал потом, что сообщество земледельцев объединяет столько людей, и даже кролик, враг садоводов, сегодня на их стороне. Чем в эту осень богат каждый район, руководство оценило. Министр Марат Зябаров орудил подарки лучшим садоводческим товарищам республики. Бензокоса в хозяйстве еще как пригодится. Я удивлен, как это все здесь организовано, красиво, четко, и в дальнейшем также мы должны эту работу продолжать. Поможет в этом государство. Только за последние годы в республике выделили более 1 миллиарда рублей на решение проблем садоводов. Отремонтированы 52 скважины, построены 64 километра дорог, 107 километров линий электропередач, 271 площадка под ТБО. В другом месте Российской Федерации, поверьте, я вам говорю это точно, вот столько средств нигде не выделяется. Мы являемся вообще примером для всей России. Мы очень довольны, что нам сделали вот такие площадки. А в прошлом году по программе софинансирования в садоводческом товарищстве заменили трубы. На это ушло более 2 миллионов рублей. Сами садоводы заплатили только одну треть. Люди сидели без воды, пока мы не починим. А сейчас по этой программе вот нам заменили трубы. Мы очень довольны. До конца года у рассвета появится и асфальтированная дорога через поле. Работы начнут уже в ближайшие дни. Значит, в новом сезоне садоводов станет еще больше. Зарина Ахмедова, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань, Пестричинский район. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова